Запорожские предприниматели осваивают новые виды нелегального бизнеса. С начала года подразделениями налоговой милиции Запорожской области была прекращена работа 50 подпольных цехов. Деятельность некоторых из них удивила даже правоохранителей. Подробности у нашего корреспондента. От привычных нелегальных видов бизнеса, производства водки катанки и подпольных игровых залов запорожские предприниматели переходят к более технологичным производствам. Целые предприятия, которые работают без уплаты налогов, все чаще обнаруживают фискальные службы. Диапазон все время расширяется подпольных цехов. В общем-то люди идут на сознательное нарушение закона. Появляются такие виды бизнеса уже, которых мы никогда не встречали. В частности в Васильевке был установлен цех по производству огнеупорных материалов. Работал подпольный цех по производству огнеупорной смеси в течение двух лет. Использовалась особая технология с применением промышленного оборудования. На данный момент судьбу этого нелегального производства решает суд. А вот в Аджиникизовском районе налоговые милиционеры выявили предприятие, которое производило и продавало конструкции и изделия из бетона. Бизнес был поставлен на широкую ногу. Тротуарная плитка, еврозабор, бетонные столбы производились без разрешительных документов и уплаты налогов. Довольно был изъят большой диапазон приспособлений, оборудования, материалов и готовой продукции из бетона на сумму более 165 тысяч гривен. Тоже составлен административный протокол, направлен в суд. Не отказываются запорожские бизнесмены и от привычных сверхприбыльных нелегальных предприятий. Среди самых популярных производства фальсифицированной водки. Очередной цех по производству катанки был обнаружен налоговиками в Бердянске. Сумма оборудования и продукции, изъятые у бердянского предпринимателя, более 90 тысяч гривен. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 204 за незаконное изготовление. И гражданке грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за то, что производила данные напитки, которые по заключению экспертизы признаны фальсифицированными, недопрокачественными, опасными, тем более для жизни и здоровья граждан. Всего с начала года налоговой милиции была приостановлена деятельность 50 подпольных цехов, работавших на территории Запорожской области. Из незаконного оборота изъято товаров на сумму более 80 миллионов гривен.